Здравствуйте! Но кроме того, хочу представить еще одного нашего участника сегодняшней программы. Это обычная среднестатистическая девушка, которую зовут Елена. Мы ее пригласили сегодня для того, чтобы рассказать на ее примере вам, как же вы можете выглядеть красиво, и как можно подчеркнуть свои достоинства и убрать свои недостатки. Дорогие друзья, в этом нам сегодня поможет Ксюша. Постараюсь. Ксюш, ну вот расскажи нам, любая ли женщина, вот любая среднестатистическая женщина может быть красивой? Конечно, абсолютно. Любая женщина может быть красивой, потому что красота это, во-первых, это что-то очень индивидуальное. У каждого свои даже недостатки, они могут быть красотой для человека, скажем, который ее любит, правильно? Потому что они подчеркивают ее индивидуальность. И грамотный макияж, он как раз создан для того, чтобы подчеркнуть более ярко и более правильно свою индивидуальность. Ну вот, например, на примере нашей сегодняшней модели, что вот в данный момент ты можешь выразить, какие ее достоинства, что можно подчеркнуть? Не очень красивые глаза, да, большие и цвет как бы насыщенный. За счет макияжа можно сделать более яркий цвет, можно подчеркнуть глаза, при этом правильная форма губ, что редкость при как бы красивых глазах, чтобы и губы, и глаза были красивые. Вот, поэтому можно делать акцент и на глаза, и на губы. Ну, желательно не одновременно, конечно. То есть вариаций может быть очень много. Если, допустим, девушка делает себе вечерний макияж, она может сделать как яркие губы и сделать достаточно нейтральные глаза, там подводку, да, или делать очень яркие глаза. Это общепризнанные правила, не нужно делать глаза яркими и губы яркими. Это общепризнанные правила, но, опять же, всегда есть исключения. Просто единственное, что когда ты на ночью себе, нужно очень аккуратно смотреть, чтобы не получилось слишком много, да. Ну, красота на каждый день называется тема нашей сегодняшней программы, и мы, наверное, сегодня, так понимаю, покажем, как девушкам приводить себя в порядок именно в течение дня, такой casual вариант. Да. Ну, давай, может быть, с чего-нибудь начнем. Вот с чего обычно начинают при макияже? Я так понимаю, накладывание тона. Мы уже это сделали успешно, поэтому мы сейчас просто расскажем зрителям, как правильно это делать. Да, ну, тончик накладывается, начиная с лба, по линиям лица, да, для того, чтобы лицо не портить. То есть очень важно наносить по линиям лица, которые идут по направлению от лба, вот отсюда, и расходятся здесь. И от носа идут к щекам, от подбородка и наверх. Потому что эта кожа как бы выравнивает, и это является неким массажем. Дополнительным массажем для лица. То есть тончик наносится аккуратненько, желательно женщинам не наносить плотный слой макияжа. Это вот частая распространенная ошибка, особенно летом, едешь, когда по улице, видишь, что женщины таким очень серьезным тоном. Как мы телеведущие. Все-таки это жизнь, и должно быть все натуральненько. Никогда натуральный макияж не выйдет из моды, да, всегда натуральная красота будет как бы в цене. И поэтому очень прозрачненький слой тона. Если хочется какие-то прищики, вот что-то, какие-то недостатки подмаскировать, лучше взять отдельно более плотный тончик и аккуратненько нанести на какие-то, то есть, конкретные цены. Вот знаешь, очень многие женщины любят накладывать макияж, особенно тон, руками. Действительно ли это можно делать?